Семилетний мальчишка Семилетний мальчишка Эпоха сталинизма отняла у него родину, семью и детство Потом была перестройка 80-х и появилась надежда А в 90-х на Кавказе началась война Война, которая идет до сих пор под разным названием Сегодня он хочет, чтобы надежда появилась опять У него, у всего народа Ингушетии, у всего Кавказа Со времен монгольского нашествия, такого тяжелого периода, как сейчас, Ингушетии не было Когда приходили монголы, мы знали, там они здесь мы С ценой становились и сражались до конца А сейчас ты не знаешь, где твой враг Прямо средь белого дня на улице начинается стрельба Если бы нам конкретно объявили войну, Кремль сказал Мы идем на ваше уничтожение То все люди, мы бы знали, что делать Этого нет А идет просто и уничтожение нашего генофона Писак Адзоев Один из самых известных и уважаемых ингушских писателей В шестилетнем возрасте он был депортирован в Казахстан В 1957 году поступил на филфак Грозненского пединститута Будучи студентом, начал писать на основе рассказов ингушей и чеченцев О депортации 1944 года Книгу «Казахстанский дневник» Из-за книги в 1963 году Адзоев был арестован и осужден На 4 года лагерей за националистическую и антисоветскую пропаганду и агитацию Отсидев срок в мордовском лагере, Казахстан вернулся в Ингушетию В 1980-х годах возглавлял общественную организацию НИСХО Борющуюся за возвращение Ингушетии в пригородного района Правду говорить легко и приятно Так считал классик Михаил Булгаков Исаак Адзоев тоже классик ингушской литературы И его единственное оружие – правда Говорить ее опасно, но Исаак не умеет по-другому Я убил в своей душе страх Барьер я уже прошел Надо говорить правду Вот это все происходит потому, что Люди отучились говорить правду Вот знаете, приезжает большое начальство Из Москвы И когда собирают людей И вот наше руководство Которое обязано было нас защищать Оно начинает лгать Здесь все прекрасно, замечательно А в это время начинается стрима В 2003 году сын Кадзоева Зелимхан был арестован и обвинен в участии в нападении на пост Северо-Остинской и Ингушской милиции в 1998 году Зелимхана осудили на 24 года Весна 2005 года в результате спецоперации был убит другой сын Кадзоева – Изнаур За 7 месяцев до этого силовики утверждали, что Изнаур находился в числе боевиков, захвативших школу в Беслане и был убит при штурме Сам Исаак Адзоев два года назад снова едва не попал под уголовное преследование за писательскую деятельность В 2007 году после выхода его новой книги «Обвал», в которой описывается борьба ингушских абреков с выселявшими ингушевинскими солдатами Депутат Госдумы Дмитрий Рагузин просил Генпрокуратуру России проанализировать произведение на предмет наличия в нем признаков возбуждения национальной вражды Но прокуратура возбуждения уголовного дела отказала Наше знакомство с Исой Кадзоевым состоялось в праздничной обстановке Юбилей одного из самых известных ингушских писателей отметили не на родине, а в Тбилиси Зато в кругу очень близких друзей В доме музея байта-романтика Николоза Бараташвили собрались писатели, ученые, бывшие диссиденты Многие из них сегодня члены правительства Грузии, а Иса для них друг и соратник Иса большой писатель, он летописец своей небольшой, но очень любимой страны Которая ведет героическую борьбу за существование в течение последних более чем 200 лет И Бог даст, вечно будет жить этот народ, прекрасный народ Вся нация была выслана, Иса было лет 7 Он воспитывался в детдоме и своими глазами видел эти ужасы Была столовая, как обычно, столовая, были две форточки Откуда они должны были брать обед? Значит, на одной форточке был нарисован полумесяц На второй был портрет Сталина Эти дети, маленькие дети, должны были сначала подойти к первой форточке, к полумесяцу И должны были попросить, Аллах, дай мне хлеба А вот-вот, из форточки выходила комбинация трех пальцев А потом эти дети уходили оттуда, подходили ко второй форточке, где был плакат Сталина И просили, дядя Сталин, дайте нам хлеба Из форточки, значит, выходил борщ с хлебом Лучший подарок для друга из Ингушетии – учебник ингушского языка Его выпустил Дбилисский государственный университет и институт языкознания Мираб Чухуа, ученик известного грузинского академика Арнольда Чикубава Доказывает генетическую общность грузинских и нахских народов Специально к юбилею он перевел на грузинский язык известный роман Кадзоева «Надбездны» Без кавказских времен грузинский народ никогда не существовал и не может существовать Это такая же защита для Грузии и для грузинского народа, как и кавказский хребет Также кавказские народы, поживающие на Северном Кавказе, всегда, по сей день защищают Грузию Иса в долгу не остался Своим дебилисским друзьям он рассказал пронзительную историю Грузинский фильм о мальчиках, разделенных судьбой и неволей, как оказалось, стал популярным и в Чечне Потому что слово «нана» — «мать» — не требует перевода ни для грузин, ни для войнахов А с неволей трудно смириться любому кавказцу «На киво» — «Войнана» И произносят «Войнана» Мужчины закричали «Зовыли чечензы и мучил волк» И этот крик, когда тяжкие моменты в войнах его произносят Вот там звенели стекла Женщины подняли страшный плач Ползала в бессознании Она... Я повернулся, женщины лежат в бессознании Это у нас на генетическом уровне Это кровь Кричит кровь Общие кавказские гены Общий кавказский праздник На самом ярком празднике столицы Грузии — Тбилисова — выступает лучший ингушский ансамбль И Сакадзоев привез на свой юбилей в Тбилиси мелодии своего народа Прогулка по старому городу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова